Спотбиткоин, спотбиткоин.итф, биткоин.итф. У нас, я думаю, где-то между 8 и 12 заявок, лежащих на столе у агентства по торговым на бирже продуктам, связанными с биткоином. Если все пойдет так, как и должно пойти на наш взгляд, то одновременно на выходе появится сразу несколько заявителей, и таким образом у инвесторов будет сразу несколько опций. Я думаю, что одобрение спотбиткоин.итф января станет крупнейшим катализатором, который усилит шок для спроса. Появление GBTC в списке заявителей на спотбиткоин.итф, да и в целом спотбиткоин.итф, на самом деле является возможностью для рынка консультирования по благосостоянию в США. Всем привет, с вами снова Ньюсблог Крипто. Но сегодняшний выпуск будет немного необычным. Сегодня мы чуть меньше поговорим о событиях в мире и немного больше порассуждаем. Ведь сегодня необычный день, потому что завтра день особенный. Ведь завтра, в среду, 10 января, истекает крайний срок ответа SEC по первым заявителям на спотбиткоин.итф. И что это значит, какие могут быть действия SEC и как это повлияет на рынок, мы с тобой, дорогой зритель, сегодня и обсудим. А чтобы наша с тобой беседа не превратилась в сухой монолог, с тебя лайк, подписка и колокольчик. А в конце видео мы продолжим с тобой беседу в комментариях. Итак, поехали. Тема нашего с тобой сегодняшнего разговора – это спотбиткоин.итф. Да, я в курсе. Он уже всем надоел, его уже все устали ждать. И все устали от всех, кто о нем говорит. Но послушай, ведь ты знаешь, что рынок – это не про комфорт или удобство. Рынок – это стихия. И чтобы она не застала нас врасплох, давай разбираться. Для начала ответим на вопрос, что такого ожидается завтра, 10 января. Открываем вчерашнюю статью Fortune под названием «Спотбиткоин.итф. Ожидаются в среду». И читаем подробности. Имеет место весомое предположение, что получив недавно хорошую взбучку в суде, SEC будет использовать данный срок, то есть 10 января, как обязательный дедлайн для ответа одному из заявителей с принятием либо отклонением его заявки. А чтобы никому не давать преимуществ, то наиболее вероятным ответом будет ответ сразу группе. Но главное, что по первой группе заявителей SEC тянуть с ответом больше не может. Завтра комиссия должна дать ответ. Либо она одобряет, либо отклоняет заявки, как она это делала уже много раз. Однако здесь есть очень важное «но». Во-первых, недавний и разлётный проигрыш SEC в суде, где ранее занимаемая позиция регулятора неопределённости была разбита в пух и прах. Теперь Гэнслер прекрасно понимает, что давать неопределённые ответы значит пойти в суд уже в качестве ответчика. И в таком деле он скорее всего проиграет. Так решиться на это Гэнслер? Скорее всего нет. Почему? Да потому что он обычный умный трус. Помните, как уважаемый господин Гэнслер отвечал с трясущимися руками на вопросы сенаторов этим летом? Он не мог дать однозначные ответы на довольно простые вопросы, которые на минуточку входят в его компетенцию. При этом также очень похоже на то, что Гэнслер затаил какую-то личную и очень глубокую обиду на крипто. Так что шанс того, что завтра изворотливый Гэри придумает какую-то выходку, например, назначив какой-то экстренний пересмотр заявок, или же вдруг внезапно всплывшие новые обстоятельства, в результате ещё сильнее отодвигающие принятие решения, всё-таки остаётся. Наименее вероятным исходом завтрашнего дня является отказ в одобрении заявок на SpotBitcoin ETF первой группе заявителей. В этом случае вся первая группа больших ребят прямиком и без замедления отправится в суд. И уже тогда Гэри Гэнслер, как председатель SEC, понесёт ответственность, даже если инициатором очередного движения, вызвавшего замедление в принятии решений, будет не он сам. Конечно же, если он суд проиграет. И он это абсолютно точно понимает. Кстати, ещё одним фактором, нагнетающим обстановку против принятия ETF, стало якобы новое письмо под названием Better Markets или «Лучшие рынки», и якобы связанное с антикрипто-сенатором Элизабет Уоррен и главой SEC Гэри Гэнслером, которое в итоге оказалось лишь немного переделанным документом от прошлого лета. Пользуя этой версией, говорит факт того, что в документе были перепутаны даты, а список упоминающихся ETF-заявителей в этом письме был неактуальным. В общем, это очередной шум, который не стоит твоего внимания. Ещё одна порция аргументов в пользу того, что завтра не будет принято положительное решение по первой партии заявок на спот Bitcoin ETF, приводится в статье CoinGape под названием «Последние комментарии SEC вызывают тревогу по поводу блокировки Гэри Гэнслером Bitcoin ETF». Перриан Боринг, президент и основатель Палаты цифровой коммерции, обеспокоена тем, что председатель SEC Гэри Гэнслер придумает ещё способы заблокировать одобрение. Она утверждает, что, цитата, SEC имеет в своём распоряжении больше инструментов, чтобы заблокировать выход на рынок спотовых Bitcoin ETF, а председатель Гэнслер не собирается сдаваться без боя. Я надеюсь на успешный запуск на этой неделе. Конец цитаты. Аналитик Bloomberg ETF Джеймс Сейфорд утверждает, что публикация дополнительных комментариев не обязательно является шагом к задержке утверждения ETF. При этом, комментируя последний пост Перриана Боринг, Джеймс Сейфорд сказал, «Это пища для кошмара, и перспектива именно этого не даёт мне по ночам спать». Что здесь важно отметить? Во-первых, я действительно считаю, что Гэнслер без боя не сдастся. И даже если его безвариантно зажмут в углу, этот хитрый и скользкий бюрократ будет до последнего изворачиваться. Поэтому, с учётом всего сказанного в этом выпуске, наиболее вероятным сценарием я считаю, что завтра, как бы нам не хотелось, мы услышим удивительную причину, по которой Гэнслер не примет решение. При этом отказа мы не услышим, потому что Гэри понимает, что иначе ему конец. Таким образом, это наименее вероятный сценарий. Посредине же это то, что мы все с вами очень ждём – одобрение первой партии заявок на спот биткоин ETF. Скорее всего, завтра мы это с вами не услышим. Но если вдруг так случится, то пусть это будет маленьким чудом. Напомню лишь, что это ни в коем случае не финансовый совет, а всё, что здесь сказано, является личным мнением автора. Но на самом деле не всё так печально. Ведь те самые крупные игроки, которые эти заявки и подавали, в преддверии всё-таки возможного одобрения, уже вовсю ведут прогрев аудитории. О невероятных и великолепных перспективах ETF рассказывает IT-директор Bitwise Мэтью Хьюган в своём интервью на Bloomberg TV. 24 базисный пункта – это предложенная Ваней комиссия. Расскажите нам, как вы пришли к этому числу? Прежде всего, спасибо, что пригласили меня. Очевидно, что я не могу говорить о том, что не указано в заявках. Но если посмотреть на крупную картину, то становится понятным, что инвесторы в крайней степени заинтересованы уровнем комиссий. Чем меньше они платят, тем больше зарабатывают. И с учётом того, что мы создаём криптоинвестиционные проекты больше 7 лет, и по мере приближения в мире крипто к Эре ETF, становится логичным, что наши проекты подвергаются точной настройке. И я думаю, что инвесторы будут счастливы. Как только эта Эре ETF начнётся, для них это плюс. А для заявителей же, что ж, мы с этим можем работать, с точки зрения цены. И это очень круто. А что ты можешь сказать о Грейскейл, который сократил комиссии до 1-2%, но всё ещё остающийся выше осталиев? Вообще, это интересная ситуация. На самом деле, наверное, мне не стоит говорить оба конкурентах. Но будет интересно посмотреть, как рынок будет со временем развиваться. А также, что будут делать инвесторы. Определённо, есть аналогия с историей ETF рынка, в котором присутствует значительное различие и стоимость у конкурирующих ETF. Но я думаю, что правильный ETF найдёт правильного инвестора. Ох, Мэтью, как же здорово ты подметил. Но главное, дорогой зритель, что теперь это не просто криптоэнтузиасты, или запуганные сек криптокомпании. Это серьёзные игроки с серьёзными деньгами и с очень серьёзными возможностями. И именно по этой причине сценарий номер два, когда ETF будет одобрен, сохраняет вероятность появиться уже завтра. И завершает наш сегодняшний выпуск аналитика происходящей ситуации в рынке от Кевина Свенсона. Кевин, пожалуйста, самое основное. Прямо сейчас биткоин находится в ситуации, которая выглядит очень знакомой. Если мы сопоставим недельный график биткоина в сравнении с индексом доллара, то увидим, что каждый раз во время бычьего цикла индекс доллара оказывается в огромном ниспадающем клине. И обычно, как только доллар США попадает во вторую часть этого паттерна, биткоин оказывается рядом с историческим максимумом и растёт по параболе. И это именно то, что сейчас мы видим для биткоина. Но кроме того, бычьи рынки биткоина почти всегда совпадают с американскими выборами. Это годы, в которых проходили выборы, и сейчас мы заступаем в год, когда будут выборы. В это время фондовые рынки обычно вырываются к историческим максимумам, и это очень хорошо совпадает с тем, что мы сейчас с вами видим. Похоже, что всё готовится к историческому максимуму. И если вы смотрели предыдущий выпуск Ньюзбл Крипто, для которого я делал обзор по рынку, то вы должны были знать, что мы обсуждали наибольшую вероятность того, что биткоин пойдёт выше. Вот отсюда, что сейчас и происходит, пробиваясь к этой зоне закрытия недельных свечей. В 2021-м этой зоне, которая будет выступать, скорее всего, большим сопротивлением. Но нет ничего такого, с чем бы не справился биткоин. Да, может он упрётся перед халвингом, перед тем, как уйти в исторический максимум. Но давайте посмотрим на мой недавний пост, где я рассказывал о том, что биткоин продолжит двигаться вверх. Всё отрабатывает. Посмотрите, спрос увеличивается. У нас восходящие низы. Мы приближаемся к этому уровню. А сегодня мы преодолели это сопротивление. Так что движение продолжилось. А сегодня для вас я подготовил вот эту аналитику, рассказывая о сетапе RSI. Если вы посмотрите на нижнюю часть экрана с индикатором RSI, то увидите, что последний раз, когда мы преодолевали этот тренд RSI, мы выросли примерно на 17%. К следующей вершине. И сейчас у нас образуется тот же самый пробой даунтренда RSI. Так что если у нас получится повторить это движение в 17%, то это нас приведёт к следующей цели. 52 тысячи долларов для этого пробоя RSI. Но что самое интересное относительно этой цели, так это то, что она является также целью и для самого крупного нисходящего клина в истории биткоина. И это буквально то, о чём я вам весь этот год и рассказываю. Я помню, в начале этого года, когда мы находились вот здесь, в январе-феврале-марте, мы говорили с вами о этой цели, описанной в учебниках. А многие, конечно же, говорили, о, Кевин, ты такой мунбой, этого никогда не произойдёт. Но сейчас на это смотря, очень становится забавно видеть, что мы находимся прямо рядом с этой целью. Но значит ли это, что биткоин там должен остановиться? Нет, не значит. Вероятно, мы с вами увидим одобрение ETF, плюс мы приближаемся к халвингу, так что мы можем увидеть с вами движение биткоина к этой цели. Хотя и можем увидеть какое-то краткосрочное сопротивление. Но я думаю, что в конечном итоге настоящая наша цель может быть кластер закрытия вот этих недельных свечей 2021-го, как я вам и рассказывал в прошлом видео. А народ ведь хочет конкретно залезть в рынок перед тем, как произойдёт халвинг, что может вызвать временный рост капитализации. И если в этот момент толпа будет по уши в инвестициях в рынке, то когда будет подходить халвинг, это откроет возможность для гораздо более крупных игроков снести эти последние ланги, образовать рыночную ликвидность для того, чтобы им набрать ещё больше биткоинов в этом последнем проливе до достижения исторического максимума и перед тем, как может быть, поехать после халвинга в направлении к историческому максимуму. И на мой взгляд, это наиболее вероятный сценарий. Это то, что, по крайней мере, для меня будет наиболее вероятным. Кевин, спасибо и респект. Как всегда, всё логично, взвешено, а главное понятно. Плюс, мой дорогой зритель, в голове держим ещё два важных фактора. Первый, то, что ситуация с ETF может очень хорошо поколбасить рынок в любую из сторон. И второе, то, что всё сказанное в этом выпуске не является финансовым советом. Прежде всего потому, что мы хотим, чтобы ты научился думать и принимать самостоятельные решения. И, конечно же, не забывай самое главное, мы тебя очень любим. И если это взаимно, то ты знаешь, что нужно сделать. На этом я с тобой прощаюсь, желаю отличного вечера и до встречи уже завтра. Субтитры создавал DimaTorzok